Дом культуры Кучино отметил 55-летие. В этот день коллектив ДК во главе с руководителем Любовью Ульяновой пришли поздравить представителей администрации, руководителей учреждений культуры, друзья и коллеги. Долгие лета, долгие-долгие-долгие. Любовь Фикторовна творческих успехов, здоровья, процветания от всей души. Поздравляю с юбилеем, поздравляю с праздником. Мне как историку интересно именно история этого здания, которое строилось после войны. Причем, понимаете, вот эта архитектура сталинская, которая присутствует здесь. И спасибо большое руководителям этого Дома культуры, которые сохранили эту культуру. Потому что даже вот все мероприятия областные, которые мы проводим здесь, и, например, международная конференция по Андрею Белому, которая проходит раз в пять лет именно в этом помещении, они всегда просят, давайте вот в этом замечательном Доме культуры. Вот с этой удивительной архитектурой и с этим декором, которым так нравится, кстати, иностранцам. Поэтому дай бог, чтобы они сохранили все как есть, а остальное у них все есть. О, молодняк. Молодняк. Юлечка, привет, моя дорогая, люблю тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Целуйся. А мы. Мои пожелания, ну, конечно же, процветания, талантливых детей, побольше побед. И вообще держать именно планку такую, которая сейчас вот присутствует здесь в этом учреждении. Потрясающая аура учреждения, потрясающий коллектив, замечательный директор. И хотелось бы вот всем-всем-всем участникам этого процесса творческого пожелать вот просто нестекаемого творчества, при этом громадного, крепкого здоровья, потому что в нашей жизни очень здоровье необходимо. Ну и, конечно же, больше образцовых коллективов, народных. Развиваться, развиваться и развиваться. Перед началом торжественного мероприятия нам удалось пообщаться и с представителями творческих коллективов. Значит, судьба нашего прихода в наш Дом культуры начался ровно 10 лет назад, когда Галина Борисовна, тогда она была начальником комитета культуры, вот пригласил меня... Дегтяренко. Дегтяренко, да. Пригласил меня, заслуженного артиста России, актера Государственного академического малого театра, пригласил Евену Михайловну, режиссера, и Екатерину Владимировну, ранее. Она еще училась в Щепкинском театральном училище, вот пригласила здесь работать. Пока я училась, росла, рос ДК, и 15 лет такой подростковый период, когда впереди какие-то неожиданности, сюрпризы и нюансы. И я вместе с этим ДК росла и училась, я закончила Щепку, стала актрисой, а осталась здесь вместе с ребятами. Ну, конечно, я работаю и в театре, и снимаюсь в кино. Спросили ему у юбилеров и о том, чтобы они пожелали коллегам. Я пожелал бы одно – здоровья этому дому, потому что домик-то старый, и здоровья театральному нашему профессиональному, скажем так, педагогическому составу, потому что от нашего здоровья зависит очень и очень много. Вот это самое. Я бы более конкретно пожелала. Дело в том, что действительно мы мечтаем о капитальном ремонте, потому что много лет мы ремонтами занимаемся самостоятельно. Ну, что-то, конечно, уже и рабочие делают, да, но вот когда мы пришли 10 лет назад, вот этот потолок, так сказать, сделан нашими руками. А еще у нас, скажем так, большая мечта. Это большая мечта. Вот как бы сделать так, учитывая то, что сейчас Балаших и Железнодорожный объединились, ну, можно же, можно создать какой-то нибудь единый театральный центр, где была бы хорошая сцена, освещение, скажем, помещение для костюмов, декорации, так далее. Силы сейчас есть. О мечте говорили и другие работники Дома культуры Кучина в специально подготовленном по случаю 55-летия видеоматериале. Вот моя мечта сделать так, чтобы дети и взрослые, даже взрослые, которые к нам приходят, они себя почувствовали уверенными, способными, счастливыми здесь и поняли, что они все-все в тюрьму. Вот это моя мечта. Открыла праздник «Дорога к мечте» директора ДК, Любовь Ульянова и сотрудники учреждения. Дорога культая, люстры из бронзы, коллектив работящий, Вот ему счастье, нет его слаще. Ах, если бы мечта сбылась моя, Какая жизнь достала бы тогда. Вы знаете, мы сегодня хотим поделиться с вами теплом нашего очага, нашего замечательного, гостеприимного, доброго Дома культуры. От имени главы города к юбилерам обратился исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Прошкин, который зачитал поздравительный адрес, вручил почетную грамоту и подарок. Какой же день рождения без подарков? В продолжении мероприятия звучало много добрых, светлых поздравлений в адрес сотрудников учреждения, к которым мы с удовольствием присоединяемся. С днем рождения Дома культуры Пучина!